Не пьющие не знают, как вкусна вода с похмелья, а не боец не знают, что бывают дни, когда лучше бы сидеть дома, закрывшись на кухне, есть пельмени и созерцать небо, а не выходить на бой. Привет, желтопузо-эптеродактили! Вы на канале Мой Тай Сикея, я Федорович. Покажу вам лучших бойцов планеты и не только, когда они вышли в ринг в черный день календаря. Когда великий воин выходит в ринг, все задают вопрос, как у него это получается. Но в том и состоит величие воина, что он сам этого не понимает. Инстинкт убийцы живет в таких бойцах с детства и ждет дня и часа, когда можно будет выплеснуть эту смертельную ярость на своих противников. Конечно, многим может показаться, что это беспорядочное махание граблями похоже на брачные игры осьминога, но так могут подумать только диванные бойцы, которые никогда не сражались в смертельных уличных драках. Наконец-то возобновляются бойцовские турниры, футбольные лиги и даже киберспорт. А это значит, что вы можете получить лучшие коэффициенты на все спортивные события и даже уникальные бонусы по промокоду в описании от топовой букмекерской компании 1xbet, в которой вы можете испытать свои знания и удачу, заработав денег. Но помните, ставки это лишь игра. Не судите о людях по наружности, особенно в ринге. В этом феноменальном бою лучший боец двора по боксу в белом наряде, ведь бой это всегда праздник, решил запугать соперника своим шпагатом. Вот только беда в том, что бой проходил по боксу, и шпагат в этой дисциплине особо не поможет. Но уверенность и улыбка, с которой он расхаживал по рингу, заставляла даже Тайсона усомниться в своих силах, не то что противника в джинсах. После первого же удара наш мастер шпагата словил сраку и понял, что такое бокс в реале, а не по телевизору. Оттолкнув рефери, у этот бешеный соловей бросился в атаку на коршуна, но снова наелся смачных плюшек и решил сесть на диету. Хотя было уже поздно. Жирный индюк, которого заприметил фермер, Новый год в курятнике не встретит. Субтитры сделал DimaTorzok Когда выходишь в ринг танцуя, не забывай уйти стоя, но так получается не всегда. Песня соловья прекрасна, но так коротка. Также и понты в ринге нравятся всем, кроме местного доктора, которому потом лечить этих понторезов. Непосеянное семя не взойдет, а не начавшийся бой не выиграть. Но как можно ударить прекрасного бойца, которого так хочется любить? Вот только вся несправедливость нашего мира в том, что большая и светлая любовь очень часто оказывается односторонней, а большие и лохматые бойцы в ответ на выражение прекрасных чувств в ринге отвечают грубым, некрасивым и очень болезненным ударом. Но бывают и настоящие джентльмены, которые как распустившийся цветок лотоса, пускающий к своему нектару пчелку, отвечают взаимностью. Когда два дуба растут рядом, весь лес замирает на сто лет в ожидании, кто кого сомнет. А когда в ринг выходят два лучших бойца, даже монахи выходят из медитации, чтобы включить телевизор. Если небо молчит, значит будет говорить дождь. А если рэпер лежит, значит он героически защитил бойца, не жалея своего здоровья, подставив голову под удар соперника. Эти люди как партизаны под пулями жертвуют своим здоровьем под ударами, спасая ни в чем не повинных бойцов. Нет света без тени и нет мастера шаолинь без железной башки. Древняя бойцовская мудрость гласит, тренируя тело не забывай про башку, ибо она одна, а получать будет за всех. Пишите в комментах, какой момент вам понравился больше всего. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай также знают, что бывает и такое. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok